Итак, как вы уже слышали информацию нашего ринг-анонсера Дениса Стойкова, нам предстоит посмотреть три главных боя. Десять раундов за вакантный титул чемпиона WBC СНГ, славянских и балтийских стран в первом полусреднем весе. Супервайзер от Федерации бокса России Олег Агеев. Супервайзер WBC Александр Карбышев. На поединке присутствует президент бюро СНГ, славянских и балтийских стран WBC Владимир Лаптев. Рефери в ринге Александр Калинкин. Боковые судьи Элбек Сиренов, Андрей Курнявко, Антон Шарков. Встречаем участников. В синий угол ринга боксер из города Орел. Эдуард Трояновский! Ну что ж, друзья, заглавное событие вечера. Ну, немножко Денис Тойков ошибся, мы его похвалили. Но бывает такое, потому что рефери в ринге не Калинкин, а Андрей Курнявко. Андрей Курнявко. Ну что ж, Эдуард Трояновский, экс-чемпион мира, бывший кикбоксер, причем он добился в кикбоксинге очень и очень значимых результатов. Потом решил выступать в боксе классическом. И там тоже стяжал себе славу хорошего и успешного бойца. Ну, кстати, добился действительно хорошего успеха. Был чемпионом мира. Ну, сейчас уже 41 год, друзья, Эдуарду. Скоро будет уже в мае, если я не называю, 42. Но боксер очень опытный. Прошел сильнейших соперников. Было много побед. К сожалению, в последнее время не так удачно он выступает. Но, тем не менее, все думают, что сегодняшний соперник у него будет очень серьезный и не просто будет Эдуарду в ринге. Это точно. Но все зависит от того, в каком состоянии выходит на этот бой Эдуард. Потому что, ну, специалисты дают 50 на 50, да, прогноз на этот бой. Но, если в хорошем состоянии, функциональном находится Эдуард, то, мне кажется, я бы поставил 60 на 40 его пользу. Ну, посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Мастер спорта России из Москвы Валерий Аганися На этом ролике вы видите удачные действия Валерия Аганисяна. У него всего 4 боя на профессиональном ринге. Хорошая была любительская карьера. Причем побеждал очень здорово. 4 боя, 3 досрочных победы. Из 4 победных боев. Я являюсь чемпионом России среди профессионалов. Я здесь, чтобы вписать свое имя в историю большого бокса. И вот он выходит в ринг, друзья. Молодой, амбициозный, с хорошим ударом. Но вот мы смотрели его предыдущие бои. И надо отметить, что соперники, во-первых, были, конечно, не такого уровня, как сегодня. Да, сегодня очень серьезный тест для Валерия. Дамы и господа, гимн Российской Федерации. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, Амбициозная наша страна, Субтитры создавал DimaTorzok Представляем участников 10-раундного поединка За вакантный титул чемпиона WBC СНГ, славянских и балтийских стран в первом полусреднем весе Синий угол ринга, боксер из города Орел, ему 40 лет, рост 173 сантиметра, вес 62 килограмма 800 граммов Профессиональный рекорд, 31 бой, 29 побед, из них 24 нокаутом при всего лишь двух поражениях Чемпион WBO Европы, ПАБА и WB International в легком весе Чемпион W Intercontinental и Евразийского боксерского парламента в первом полусреднем весе Бывший чемпион мира IBF и IBO в первом полусреднем весе Эдуард Орел Трояновский Ну вот вы слышали все титулы, все достижения Эдуарда Трояновского в ринге Боксеру 25 лет, рост 175 сантиметров, вес 63 килограмма 300 граммов Профессиональный рекорд, 4 боя, 4 победы, 3 из них нокаутом, ни одного поражения Чемпион России в первом полусреднем весе из Рузы Валерий Аганисян Ну что ж, представлен нам и Валерий Аганисян И с ударом гонга рефери в ринге Андрей Курнявка Хочется отметить, что, конечно, мы уже сказали, что таких соперников, как Эдуард, у Аганисяна не было И вот по тем боям, что нам удалось посмотреть, я обратил внимание на то, что Валерий Аганисян, в общем-то, не очень много двигался в рингах Ну, заперники были такие, да И если сегодня на ногах будет хорош Эдуард Трояновский, то у Валерия Аганисяна, думается, будут определенные проблемы Но должен быть хорош сегодня функциональном состоянии Эдуард Потому что это человек, который до сих пор в таком возрасте ведет очень правильный образ жизни Это правда Он ничего себе не позволяет лишнего Он все время натренирован, он все время вот в боксерском зале Поэтому очень интересный бой, думается, нам предстоит посмотреть Ну, а титулы ему уже были объявлены Это чемпион по версии ВБЦ, славянских стран и Балтики Да, напомним, что Эдуард Трояновский владел титулом чемпиона мира IBF И IBO Эти самые титулы он утратил в бою с Джулиусом Индонго Вот такой был подарок из Африки Приехал и в первом раунде нокаутировал, к сожалению, Эдуарда Трояновского И всем показалось тогда, что это была досадная случайность Но Джулиус Индонго потом подтвердил Казалось, да, что был апсет, да, в том бою? Да-да, ну, бывает, это бокс, да, это спорт, тут может произойти всякое Так ведь нет же, Джулиус Индонго потом завоевал еще один пояс И он дрался за титул абсолютного чемпиона мира С Терренсом Кроуфордом Ну, понятно, что с Терренсом боксировать на сегодняшний день в мире не в состоянии никто Патулу еще такой Валерий Эдуард хорошо отвечает Отвечает, да, Терренсом Ну вот, Эдуард начинает двигаться Вот сейчас, правда, остановился, догнал его в углу Молодой претендент Причем интересно, что на лице Эдуарда сейчас такая саркастическая улыбка была Понятно, что опыт на стороне Эдуарда Траеновского Потому что, действительно, он прошел очень многое в ринге Многое повидал Если Валерий сегодня снимет скальп с Эдуарда Траеновского и снова побьет его То это, конечно, будет не просто шаг вперед, да, это будет гигантский скачок Неплохо, через руку Эдуард пробивал Да, тогда станут понятными, да, те притязания, которые заявлял до боя еще Валерий Аганесян Также Эдуард Траеновский, как мы знаем, участвовал в боксерской всемирной суперсерии Но там он попал в первом же поединке на Кирилла Релиха, которому, к сожалению, не уступил Но в близком бою Да, хороший поединок тогда Эдуард показал Очень хорошо подошел к нему, был готов Но вот белорусский боксер тогда оказался посильнее Дистанция попытка атаковать со стороны Аганесяна По туловищу, там руки на месте у Эдуарда 30 секунд до конца первого раунда Эдуард Пытался вытянуть на себя соперника, но не получилось Это контратака Хорошо тянет на себя оппонент Эдуард, заставляет мазать Пока совершенно очевидно, что Эдуард Траеновский проводит сканирование соперника Посмотрим, что будет дальше Стоишь, ждешь Затянутый Передней руки абсолютно нет Абсолютно Должна быть острая Вот то, что мы о чем говорили Он тебя под правую ручку и затягивает Ты левую ударил, остался Он тебя тут же будет наказывать Тут же, понимаешь? Не пережидай, не вались на него Передней, уперся в стопор и не иди за ней Правая ручка пока только быстрая, узкая Понял? Быстрая, узкая Но передней нету, нету Да, да, пониже, пониже Все, что мы говорили Не пережидай, через переднюю все придет Свободно, не трогайся Свободно Секунданты Второй раунд На второй раунд выходят бойцы Эдуарду в перерыве сказали, чтобы он активнее работал передней рукой Да, и не пережидал Потому что Валерий Аганесян готовит мощную атаку справа Всякий раз под переднюю руку Эдуарда И здесь промедление смерти подобно По мнению секундант Эдуарда И по туру еще Хорошая атака Аганесяна Мощно, плотно Темп невысокий В общем-то Стараются избегать, максимально избегать Какого-то риска бойцы Но вот сейчас в предыдущем эпизоде неплохой право-боковой удался Да, но у меня складывается впечатление, что Эдуард в момент своих атак Какие-то такие насколки производит на соперника В результате просто утыкается в его кличи Вот здесь хорошо Один из коронных ударов Эдуарда Трояновского Насколько я помню, это правый прямой И боковой в том числе Но вот я помню, что он прям пускает по рельсам У него хороший размах рук очень И правый прямой Эдуарда очень мощный и жесткий Его здесь, смотрите, еще раз попадают Бой десятираундовый Очень интересно, как будет выглядеть В поздних раундах Если до этого дают дело Аганесян Потому что у него не было еще длинных боев Да, но в целом, конечно, соглашаться на бой с Эдуардом Трояновским Это очень большой вызов И надо было Очень все четко просчитать и понять Насколько это реально Но, уж коль скоро это случилось Да, мы смотрим И Валерий, в принципе, выглядит очень конкурентным пока И настрой у него такой серьезный Он пытается, пытается Опережать каких-то моментов Эдуарда Очень летит на соперника Трояновский Пытается ударить на скачке Но при всем при этом Валерий просто делает полшага вперед И все, и клинч сразу Удар в затылок Хорошо ушел вот этот вот такой Эдуард Но контратаковать не сумел А тем временем 25 секунд до конца второго раунда Хорошо обменялись джебами Раскачивает соперник Эдуард Финкит Но пока точную дистанцию не поймал Да, именно Либо начинает слишком издалека Либо Раскакивает Я же тебе сказал внимателю в двух моментах Ударил голову, не оставляй в зоне удары Да чем ты оставляешь голову в зоне удары Он просто попадает Не нужно этого делать, понял? Оставь его голову Не нужно этого делать И ударил в живот Сталкивай, сталкивай А ты ему там начал, и он ровно тебе сталкивает Точнее Провалил, сразу сокращайте станцию Провалил, сразу сокращай И он стоит У тебя без стримого удары попадает Затем Души глупо Все Отданьте в этом ноге Сталкнуть его Он не может перерабатывать после своей атаки Главный упрек от секундантов Перерыва получил Аганисян То, что он остается после своего удара Не уходит с линии атаки соперника Да, таким образом дает возможность Эдуару Троеновскому себя контратаковать Промахнулся Эдуар Снизу провалил как неплохо И повторная атака в его исполнении Но соперник вошел в клинч Избежал худшего И снова ушел от этой атаки Эдуард Пытался скринчевать после этого Не удалось Но такая немножко сумбурная Сумбурное действие с обеих сторон На дистанцию Нерв присутствует определенно в этом бою Снизу неплохо сейчас пытался пробить Эдуард Пытался скринчевать после этого Барабанный гон сводил меня с Умакой. Пытается атаковать силовой правой Валерий. И тут же отвечает Рыновский. Хорошо снизу пробил Эдуард. Хорошо по туловищу отрабатывает Валерий. Но совершенно очевидно, что Валерий Ганесян составляет пока достойную конкуренцию Эдуарду. И попадает. Он хорош. Промахнулся Эдуард. Очередной апперкот пытался донести до соперника. И здесь выпускает право по правому. Четко, четко показал передней рукой. Небольшая оттяжка. И тут же выпустил мощный удар справа. Валерий отлично работает. Очень грамотно. И сейчас снова здорово. Левой сбоку зашел у Валерия Ганесяна. Прекрасный раунд. Прекрасный раунд проводит Валерий. У него хорошо поставленный удар. Мы говорили, что соперники были не очень сильные. Но там чувствовалось вот эта мощь ударная. Все равно в любом случае. Не останавливает Квырнявка бой. Дает боксерам побоксировать. Поднимательно. Готовь. 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 Выходишь. Получаешь всю через переднюю руку. Быстрый вызов. Уклон снизу поднял. Понял? Готовим. Не заводи правую руку. Видно он. Затянутся. Заставь себя работать передним. Заставь. Под это уже снизу. Сбоку надо добавить. Сбоку. Свободен. Не стой перед ним. Не жди. Смотри, право пробивает. Право. Право. Понял? Дайте шеста оттяжки. Затягивает себя. Еще раз. Передник остался. Молодец. Сбоку закончил. По печени. По печени начинай немножко бедить. Четвертый. Зарим. Зарим. Очередные претензии были высказаны Эдуарду Троеновскому. Обосновано. Обосновано, да. Что он пренебрегает работой передней рукой. И забывает о работе по туловищу. И сказали, что необходимо обязательно бить по печени. Валерий Аганесян очень подвижный. И чтобы замедлить его, нужно в том числе использовать удар по корпусу. Да, вот я говорил, что в тех предыдущих боях, которые мы смотрели, Валерий Аганесян пренебрегал движением на ногах. Но там соперники были такие, поэтому и не требовалось. Да, он выходил в центр ринга и начинал бомбардировку. Хорошо. Вот сейчас уже Валерий сам по корпусу попадает. И через туловищу на голову пытается пробить. Эдуард хорошо заряжает справа. Вы слышите, какая атмосфера в зале. Конечно, этот спорткомплекс легендарный. Крылья Советов на Ленинградском проспекте. Действительно, здесь проходили соревнования с самого высокого уровня. Причем издавна. Да, еще до военной годы. Да, и по тяжелой атлетике здесь состязания проходили. И, конечно же, пройденоборством. И великолепная школа крылья Советов бокса. И до сих пор день бокса отключают все ветераны именно здесь. Собираются в этом дворце спорта. Неплохо. С левой руки попадает Валерий. Здесь Эдуард подключает серию ударов с передней руки. Пытался по переднюю вконтрить правым снизу. Валерий отбрасывает соперника канатом. Перекрылся, перекрылся Троеновский. Но, мне кажется, чуть-чуть не успевает он все-таки за молодым соперником. Ну, вот опять же, Борис Сергеевич, не хотелось бы говорить про возраст. Ну, а куда от этого деться? Человеку 40 лет. Причем для этого веса... Почти 41. Да. Попадает, попадает Валерий. Цепляет, цепляет постоянно Эдуарда Троеновского. И мы видим, что эти удары начинают выматывать потихоньку. Трою. Именно такое прозвище в том числе. У-у-у! Мощный удар через руку в исполнении Валерия Аганисяна. И он продолжает. И продолжает. Он продолжает. Остался у канатов Эдуард. Зря он это делает. Не уходит. Надо двигаться. Надо двигаться Эдуарду. Валерий наседает на соперника и продолжает свою бомбардировку. Удар в правой и пошел дорабатывать. Очень тяжелое положение Эдуард Троеновский. Очень. Он пропустил... Зашатались ноги. Просто загуляли сейчас колени. И это почувствовал соперник. Он продолжает атаковать. А вот, наверное, не нужно этого делать. Надо восстановиться. По возможности 10 секунд до конца четвертого раунда. Валерий... И сбивает бывшего чемпиона мира. Победа. 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 Еще один шикарный раун для Валерия Аганисяна. Просто браво. Просто фантастическая работа от Валерия. И удары. Победа. 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 Функционально, мне кажется, начал здорово подседать Эдуард Троеновский. Погиб его по корпусу и ударить его просто. Понял? Что сейчас нужно? Вот сейчас кросс нужно будет. Знаешь, что ему не нужно было? Вот сейчас. И после этого спитни его и еще раз туда. Он как-то закрывает и спит ему руку. Один раз не ударит, а второй раз ударит. Право что-то он и спитил. Можешь влево, может вправо. Он голода обманут. Он прямо шевыряет руки, он не бьет, он шевыряет. Поднимательный чуть-чуть, но зачем этим ударом кушать нельзя? Да, а потом пойдем внизу. Все правильно, право, нормально. Все хорошо, Валер. Валер, встань, встань. Секунданты заедут. Пятый раунд. Очень тяжелый выдался четвертый раунд для Эдуарда Трояновского. Очень тяжелый. Концовки, я не знаю, он был вообще на грани поражения уже. Но, по крайней мере, на грани нокдауна, это совершенно очевидно. Да, да, да. Их хватило ли минуты для того, чтобы восстановиться? Большой вопрос. Ну, лет десять назад точно бы хватило. Сейчас. Хорошая серия в исполнении Валерия четко подготовил удар спорта. И снова сажает право прямой Валерий Агнесян. Сложно, сложно Эдуарду. Соперник гораздо свежее, гораздо мобильнее, быстрее. Быстрее, да, в первую очередь. Еще раз попал. Сейчас просто канаты спасли от падения Эдуарда. 40-36, Агнесян. 40-36, все раунды отдали Валерию. 39-37, Агнесян. Судя номер три, 39-37, Агнесян. Ну, двое судей дали один раунд Трояновскому. Ну, справедливо в целом. 11-4. Его соперник уже. Пол раунда практически уже позади. Эдуард еще получил несколько мощных ударов. Сейчас пропускают по корпусу. И вот опять вот эти наскоки. Плетит и бьет уже куда-то по площадке. Без прицела особо. Мы стали это замечать еще в втором раунде. И снова он остался у канатов. Очень опасно. Старается клинчевать Эдуард Трояновский. Уже, конечно, не до улыбок, да? С которой он работал в первом раунде. Но во втором еще раз мощное попадание в исполнении Валерия Агнесяна. Но что творит, а? Что творит? Еще раз. Нет, он уже доминирует в бою, это ясно. Да, Эдуарду очень сложно. Но понятно, на опыте, на своем багаже он постарается вытянуть, насколько это можно будет долго. Но очевидно, что резерв брать неоткуда. Неплохой джек выбросил Трояновским, но... Такой локальный успех. А Агнесян продолжает свою атаку. Насколько замедленными стали удары, да? Да, конечно, они потеряли в плотности, они потеряли в структуре, да? Не хочу говорить в технике, потому что Эдуард техничный, они потеряли в структуре своей. Потому что, ну, ой-ой-ой, по печени плотно. Плотно зашло у Валерия. Сейчас Елеев боковой. Точно по цели, и еще потом вслед за этим левый прямой. Разбито лицо просто в труху у Эдуарда Трояновского, но он продолжает терпеть. Голова не аккуратно. Голова не аккуратно. Голова не аккуратно. Голова не аккуратно. Группа поддержки Эдуарда Трояновского. Голова некуратно. Ни в коем случае стоишь перед рукой. Ты меня борешь? Подвигаться стоишь под правой рукой. Вся угроза под правой. Сейчас все пройдет. Сейчас с ямы опустишься и пойдешь вверх. Шестой. Шестой. У Трайновского очень сильно разбит. У него и так проблемы были, да, эмоциональные. А сейчас дыхание будет очень затруднено. Говорили Эдуару Трайновскому, что он стоит как раз под правую руку соперника. Но вот как ее нивелировать? Вот в чем вопрос. Ну вот сейчас опять пытался донести правый прямой Эдуард до соперника, свой коронный. Но с мажором получился удар. Причем интересно, что Валерий Аганистян периодически просто выжидает действия Эдуарда для того, чтобы под них уже контратаковать. Вот он поджимает, поджимает, провоцирует передней рукой Эдуарду на какие-то удары. Хорошо, кстати, левый сбоку в исполнении Трайновского сейчас. Да, такой локальный успех от Эдуарда. Но в скорости, в скорости проигрывает только если. Да, это правда, это факт. Вот здесь нужно немножко еще восстановиться. Эдуарду бы. Здорово по тугощи плотно сажает Валерий. Еще одна двойка. Вот такая легкая. Вот Аганистяна. Цепляет передней рукой соперника Эдуард. Ну это правильно, да. Вот сейчас передняя рука как раз ему самый верный помощник. Самый верный союзник. Он поставил джек, но при этом еще двигаться надо лучше. Обязательно, обязательно после своих атак все время совершать защитные действия. Перекрываться по возможности. Ну и как-то Валерий Аганистян пока что взял небольшую паузу. То есть раньше, если он очень плотно прессинговал, то теперь это просто такое территориальное доминирование. И не так много ударов выбрасывает Валерий почему-то. И проскочил свою дистанцию. Может он тоже начал уставать. Не было у него длинных боев. Да. Стоп. Брек, шаг назад. А у нас это шестой раунд уже. Шесть раундов Аганистян все зрители не пройдут. Да, но вот как раз о чем мы говорили Эдуарду, что сейчас необходимо подсобраться и уже потом в долгую пытаться соперника переигрывать на опыте. Но есть ли для этого ресурсы? Неплохо. Через полюбе самоголово. Здесь в размен пошли боксеры. Сыроко, но опять-таки медленно работает. Троеноски. 25 секунд до конца что раунда хорошо. Попытка атаковать сдвойки от Валерия. Не знаю почему, но Валерий действительно взял какую-то паузу. Да, то есть он ослабил давление. С чем это связано, не совсем понятно. Считается, что надо чуть-чуть передохнуть, такой же был. Вероятно. Вероятно. В средних раундах взять небольшую паузу, не отдавать раунд, но чуть-чуть отдохнуть. АПЛОДИСМЕНТЫ ПОДПИШИВАЯТЬ ПОДПИШИВАЯТЕ ПОДПИШИВАЯТЕ На седьмой раунд выходят бойцы. И вот здесь станет ясно, была это сознательная пауза со стороны Аганецяна или он тоже начал подседать функционально. Сейчас мы это узнаем. Неплохо в туловище Эдуард атакует. Кстати, Валерию сказали, что он куда-то подевал свой острый и быстрый джеб, которому он регулярно беспокоил Эдуарда. Видимо, передал его просто в долг Эдуарду, потому что в предыдущем раунде мы видели, что как раз работа передней рукой, по большей части, спасала Трояновского от винуемых проблем. Здесь неплохо пытался... Ну вот двойной джеб от Эдуарда мы увидели. Да, вот как раз Трояновскому и нужно продолжать. И снова, посмотрите. У него... Передняя рука в детстве Эдуарда и... У него для его веса очень хороший размах рук. И вот как раз его работа с дистанцией, это был знак качества Эдуарда Трояновского. Это была его... Фишка. Фишка, изюминка. Да. То есть он не давал сопернику просто к себе подойти еще вкупе с хорошей работой ног. Мне кажется, восстанавливается Эдуард. Да, да, да. Вот тот момент, когда он был почти на грани нокдауна, да, когда мы отмечали. Предыдущий раунд он уже провел гораздо лучше, чем до этого. И очевидно, я с вами, кстати, согласен, что Валерий Агнесян тоже подсел. Он тоже подустал ввиду того, что у него не было опыта подобных боев, долгих. И вот как раз это большой шанс для Эдуарда Трояновского спасти данный поединок. Эдик, Эдик, Эдик! Зал подбадривает трое. Эдик, Эдик! Эдик, Эдик, Эдик! Поверни на перфон! И мы видим, что, да, поувереннее, прям уверенность сквозит буквально в каждом действии Эдуарда Трояновского. Пропустил сейчас подулок, очень неприятный удар. Без вопросов, без вопросов. Уже и, кстати, Валерий Агнесян потерял свою дистанцию. Тоже мы видим, втыкается в Эдуарда или же бьет мимо. Тоже поднаелся. Руки опускаются немножко. И хорошо здесь контрит под переднюю руку Эдуард Трояновский. И на ногах заработал, да, получше? Да, да, да. То есть, похоже, открылось действительно второе дыхание на фоне того, что соперник тоже подсел, подустал. Эдуард Трояновский понял, что далеко не все потеряно. Были тяжелые раунды, но теперь он должен вот эту тяжесть переложить на плечи Валерия Агнесяна. Нет, все мимо. Да, да, да. Или в защиту, или мимо. Идет вперед Валерий Агнесян, пытаясь забрать концовку раунда, который закончился. Из ямы выходишь? Заходи, она. Я чуть послушаю. Эдик, не готов правую руку. Не влетай, он на тебя идет. Он уже полработы за нас делал. Встретил передний, поднял справа. Заканчивай либо голову, либо петь. Чуть выкомпинационно. Он идет заряженной правой рукой на тебя. Понимаете? Чуть-чуть его вытер. Ну, через дверей. Леж в живот остается. И чуть ниже. Чуть-чуть ниже надо. Понял? Ну, в порядке. Все в порядке, молодец. Восьмой раунд. Похвалили Эдуарда за проведенный предыдущий раунд. Есть за что? Да, абсолютно. Там увидели очень приличный апперкот он засадил соперника. И опять же говорили, что Эдуард Троеновский все время идет под правую руку Валерия Аганесяна. И как раз нужно на этом играть. Нужно на это контрить. А для этого необходимо вот так вызвать соперника на удар справа и там уже действовать. Ну, вот хорошо. Это опять работало. Хороший. Заработала. Заработала передняя рука. Причем интересно спросили у Эдуарда в самом начале перерыва. Ну, что ты вышел из ямы? Он сказал, да какой там? Ну, опять же на характере, на опыте. Говорим мы в унисон. И это святая правда. Самое главное, чтобы Эдуард Троеновский не выключал ноги. Потому что тогда он станет очень легкой добычей для Валерия, которая мы видим на целе на ки вперед. На целе действовать максимально агрессивно. Даже на фоне усталости. Вот здесь хорошо и пытался в повторной атаке сработать. Но здорово Эдуард Троеновский сам попадает. Вот здесь хорошо сконтрил, да? Попадает Эдуард Троеновский. Очень важный эпизод для него. И здесь хорошо в контратаке действует Валерий Аганисян. Да. Боище? Да, сказали бы. Да, пропускает сейчас Эдуард. Два очень неприятных удара. Право-боковой был точный. Снова. Как ждал, да? Как ждал через руку. Сейчас пробить Эдуард, но не попал. Здорово отвечает Валерий. Просто красота. Минута до конца восьмого раунда. Опять хорошо работает передняя рука Эдуарда Троеновского. А Валерий Аганисян в желании атаковать лишь втыкается в соперника. Довольствуясь лишь клинчем. Но в предыдущие моменты два раза он неплохо атаковал. И вот сейчас снова право-бокового. Очень неприятный удар пропускает Валерий Аганисян. Похоже, второе дыхание закончилось. Нужно открывать третье. Если оно вообще существует. Да, может быть, как-нибудь в кредит. Очень неплохо правым боковым достал соперника. Но остался, остался опять на дистанции. А нет уже сил выполнять защитные действия после своих атак. И поэтому принимает удары на себя. А пропущенные удары, как мы знаем, выматывают сильнее всего. Серия, серия от Аганисяна. Хорошая комбинация. Много выматывающая. Да, да, да. Много ударов по площадям, по рукам, в голову. Все это, конечно, лишает сил. Это лишает бензина. Пытается остаться в клинче. Тройновский и звучит гол. Так, послушаем, послушаем сейчас, что говорят угловые. Попадаешь, почему не дорабатываешь? Попадаешь, почему не дорабатываешь? Тоже правильно. Смотрим на этих повторах. Вот лево-боковое. Хорошая. Вот эта самая атака, которая стала одной из лучших для Эдуарта в этом раунде. Ну и вот здесь великолепный ответ с правой руки от Валерия. Шикарно все сделал, как по учебнику. Разбит нос уже, Биланка, но уже довольно давно. Довольно, да. У него только это осталось, все. Разбери этот момент, и все. Понимаешь, о чем я говорю? Да, его левый, постоянно бей левый живот. Чтобы окончательно остановить, да, просадить уже функционально два раунда еще. Нам остается посмотреть этого напряженного, очень ровного поединка. Да, вот так и не скажут, что у Валерия Аганисяна 4 боя, а у Трояновского больше 30. Валерий, конечно, очень талантливый парень. Объявит какой счет после восьми раундов. Любопытно, любопытно. Потому что здесь пояс на кону WBC. Согласно правилам Всемирного Большевского Совета, после каждых четырех раундов объявляется счет. Мне кажется, это правильно. То есть тогда и зрители, и сами боксеры понимают, в каком направлении они движутся. Слушай. Судья номер один, 79-73, Аганисян. Судья номер два, 77-75, Аганисян. Судья номер три, 77-75, Аганисян. Аганисян лидирует, лидирует. В общем-то, за два раунда до конца вполне скомфортно для тебя все. Да, то есть сейчас Эдуарду, конечно, нужно форсировать максимально, оформлять нокдауны. В лучшем случае нокаут, да, но вряд ли Валерий Аганисян позволит ему состояться. Хорошо, по туру еще отрабатывает Валерий. Ой-ой-ой, по шату, серьезно по шатуу у Эдуарда Трояновского. Эдуард вроде бы восстановился, остался на ногах, но Валерий продолжает давить и работать еще минуту 20. Отвечает Трояновский, но ему тяжело, он продолжает восстанавливаться, выходя из состояния Гроги. Минута до гонга. Этот раунд, конечно, за Аганисяном. Вне всяких сомнений, он упрочил свое преимущество, закрепил его. Тут как бы еще... Вот это концовка, а, еще минута до конца. Да, еще бы не упасть Трояновскому туда за эту минуту. При всем уважении. Да, уже откровенно... Спокойно ведет себя Валерий Аганисян. То есть даже позволяет себе... Он все это услышал. Да-да-да, и позволяет себе работать с опущенными руками где-то даже, да, провоцируя соперника на какие-то действия. Уже и левая рука Трояновского практически не работает настолько, чтобы доставлять реальные проблемы Валерию. Хорошо. Мощная серия по туловищу и левый боковой в голову. Отличный перевод исполнил Аганисян. 10 секунд до конца раунда. И опять, посмотрите, раздергивает опущенные руки Аганисяна. Чистая провокация на какие-то движения. Но пока на этом все. Еще три минуты. И раунд за молодым пехнезом. Безусловно. Вне всяких сомнений Валерий Аганисян пока этот бой забирает. В трех минутах Валерий Аганисян находится пока с самой большой победой для себя. Которая, безусловно, откроет ему двери. Высшее общество. Да, еще более крупные поединки. Ну вот на этом повторе вы видите, да, боковые удары. Валерия. Правый на стрельце. Заполят до цели. Не надо, надо его подкатывать. Левый попал. И прям голову вниз. Голова в варежке левой. И правый на стрельце. Понял? Да. Но не валили. Дамы и господа, давайте хорошо поддержим мужественных воинов. Впереди финальный десятый раунд. Финальный раунд. Итак, смотрим дальше. Ну что, момент истины для Эдуарда Троеновского. Сумеет ли он что-то предпринять сейчас? Не вижу, чем он может сейчас выявить. Ему нужен нокаут. Да. Даже иногда он его не спасает. Это правда. По счету. Ну вот, бросается в атаку Эдуард. Но еще раз скажем, потеряна скорость. Суловище пробивает снова Аганесян очень неприятно. А, кстати, в этой весовой категории титулом WBC владеет Хосе Карлос Рамирес, которого очень скоро ждет объединительный бой за звание абсолютного чемпиона мира не с кем-нибудь, но с Джошем Тейлором. И вот с кем-то из этих людей потенциально в дальнейшем, если Валерий Аганесян будет двигаться именно по версии WBC, то с кем-то из этих достойных господ он потом скрестит шпаги. Уж хоть скоро он сегодня победит, да, если за минуту 45 не случится чего-то экстраординарного. Но это единственный поезд, которым не владеет Херафима Лопеса. Нокдаун? Нет. Нет. Показывает Андрей Курнявко. Все в порядке. Да, и снова мощно всаживает правый прямой Аганесян. Он абсолютно успокоился. Он ведет, даже вот пропускает какие-то удары. Не паникует совершенно. Да, Борис Сергеевич поправил вас немножко. Таатима Лопес боксирует в легком месте. Это второй легкий. А, в легком же, да. Все ждут его перехода. Вот, вот, да. Виноват. 40 секунд. Есть удар от Троеновского, чтобы совершить маленькое, может быть и большое для себя спортивное чудо. Но нет, подгибаются колени в очередной раз после пропущенного удара от Валерия Аганесяна. Сил уже почти не осталось, к сожалению. Ну, уж не плохой джеб. А что дальше? Аганесян. Ой-ой-ой. Белок жестких ударов в исполнении Аганесяна. Туржес с лихвой. 10 секунд отделяют Валерия Аганесяна от пока самой большой победы в его карьере. Будет ли драка в самом конце? Да, вот она, пожалуйста. Все, завершен поединок. Валерия Аганесян гарантированно побеждает. И как мы говорили в самом начале этого боя, что в случае успеха Валерия Аганесян действительно прыгнет очень и очень высоко. Молодец, красавец. И молодец, что выдержал эти 10 раундов этот темп. Этот непростой для него, в общем-то, бой. Но выиграл очень убедительно. Здесь хорошее попадание с правой руки. А здесь видите, да, как перчатка прошла мимо цеха. Казалось бы, открыто была голова Аганесяна. Но... Да, похоже, что Эдуарду Тривеновскому придется сконцентрировать свое внимание на тех вещах, на которых он занимался помимо спорта. Да, да, наверное, пора уходить. На даче никого не хотел бы похоронить раньше времени. И это решение примет волевое только сам Эдуар. Да, вот насколько он будет чувствовать себя хорошо или не очень. Сумел застояться. Крайновский до конца, до финального гонка, но не более. Хочу передать привет твоей маме. Она смотрит сейчас. Она очень сильно переживала. В общем, мама, это все для тебя, для моего отца, для моей семьи. Молодец. Достойные слова. Спасибо. После очень достойного боя. Вот он, чемпионский пояс, который сейчас обретет нового владельца, потому что пояс вакантный. Да, воист чемпиона Славянкистан и Балтики. В этом бою одержал победу единогласным решением судей и стал чемпионом WBC, СНГ, Славянских и Балтийских стран в первом полусредней весе Валерий Ау! Отдает должное сопернику Эдуард Троиновский. Да, без преувеличения Эдуард Троиновский. Это уже легенда нашего бокса, нашего спорта, потому что он был на самой вершине, но теперь, похоже, пришел вперед других. Теперь за эмоции догонять, надо попытаться стать легендой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!